Молодая француженка переписала Евгения Онегина. Ее роман стал бестселлером книги «Культура». 0 часов 0 2 минуты, 18 января 2019 года флирт в чате считается. Молодая француженка переписала Евгения Онегина. Ее роман стал бестселлером. Кадр, фильм «Онегин» не XIX век, а XX. Не Россия, а Франция. Не Татьяна Ларина, а Татьяна Рейналь. Не дворянка, а искусствовед, занимается почти импрессионистом Гюставом Кайоботом. Не замужем за генералом, а получила стажировку в США, они с Евгением обмениваются небумажными письмами, а электронными СМС, Татьяна спрашивает возлюбленного, не гей ли он и не хочет ли сходить в кино на Спайдермена. А в остальном сюжет французской версии Евгения Онегина схож с русской, Ольга все так же круглолицом и легкомысленно. Ленский все так же влюблен в нее и погибнет молодым. А Татьяне и Евгению не суждено стать парой. Но уже по другой, чем у Пушкина, причине. Новый роман, да тоже в стихах, написала Клементина Баве, французская писательница, выпускница Кембриджа и обладатель докторской степени по гуманитарным наукам. Во Франции ее книга вышла в 2016 году, стала бестселлером, получила приз книжных магазинов и приз выбор блогеров. На русском роман называется «Ужель та самая Татьяна» и вышел в издательстве «Самокат». С Клементиной Баве встретилась обозреватель ленты. Ру Натальи Кочеткова. Лента. Ру, как случилось, что вы говорите по-русски? Клементина Баве смеется и отвечает на русском почти без акцента. Я изучала русский язык в школе, потому что у меня была такая возможность. Русский язык не очень распространен в наших школах. Не знаю, почему в моей школе он был. Вообще-то это редкость. Во всем виновата моя мама. Переходит на французский. Она сказала, раз уж можно учить русский язык, то давай ты и будешь его учить. Клементина Баве, фото, пресс-служба РБП, то есть у вас нет русских предков-иммигрантов, в память о которых вы бы стали это делать? Нет. Понятно, что Евгений Онегин ключевой для русской культуры текст, при том, что каждый понимает его по-своему. Кто-то считает, что это роман о двух друзьях, кто-то что о двух сестрах, кто-то что о любви между Татьяной и Евгением. С вашей точки зрения, а чем этот роман? Для меня это книга о выборе, который каждый человек делает внутри себя. О способности или неспособности, желании или нежелании этот выбор придать. В романе есть два героя, которые верны самим себе на протяжении всего времени, это Татьяна и Ленский. И я не думаю, что это совпадение. Эти двое верят в любовь с неподдельной искренностью. А есть два героя, которые меняют свое отношение к самой идее любви, это Ольга и Евгений. Для нас, понятно, более важен Евгений, который, как мне кажется, слишком поздно понял, насколько важно быть верным самому себе. С верностью себе Ленского понятно, он рано умер. У него просто не было возможности что-то или кого-то предать. Но почему вы думаете, что Татьяна верна себе? Будучи еще совсем молодой девушкой, она осознает степень своей любви и готова ради нее на жертвы. Чувство для нее важно. Когда она теряет Евгения, он ее отвергает, а потом встречает его позже, у нее уже другая любовь, другой, если угодно, ангажемент, верность, которому она хранит. И она также не предаст эту новую любовь, как тогда не была готова предать любовь к Евгению. Она остается верной своему выбору. И мне это близко. Я сама к этому стремлюсь в какой-то мере. Иметь что-то в своей жизни настолько большое, важное и глубоко тебя трогающее, будь это работа или страсть к чему-то, то ради чего ты можешь отказаться даже от сильной любви, это очень правильно. Мне кажется, что такая верность собственным ценностям, чему-то для тебя важному, ради чего ты готов пожертвовать, в том числе и любовью, это очень ценно. Для меня это показатель внутренней свободы человека. Вот две относительно свежие интерпретации Пушкинского Евгения Онегина. Первый спектакль Евгений Онегин Дмитрия Черникова в Большом театре. В нем Татьяна продолжает любить Онегина и, будучи замужней женщиной, после визита Онегина признается мужу в любви к Евгению как в болезни. Вторая глава из книги для подростков Азбука любви Юлии Яковлевой. В ней автор говорит примерно следующее. В романе Пушкина погибли молодыми двое Ленские и юная Татьяна, влюбленные в выдуманного Онегина. А теперь она другой человек, она замужем, она изменилась и мужа, конечно, не оставит. Вам какая из этих интерпретаций ближе? Смеется, ага, не еет, для меня Татьяна юная и более зрелая один и тот же человек. Чувствовать изменения в себе это такой особый жизненный опыт. Внутри нас всегда живут разные люди и мне кажется, что мы себя немного обкрадываем, когда думаем, что мы раньше были одним человеком, а сейчас стали другим. Я думаю, более интересно и полезно относиться к этим переменам как к жизненному опыту человека, который меняется, оставаясь при этом глобально самим собой. За это нести ответственность и принимать последствия. Очевидно, что существует много интерпретаций Онегина. Недавно видела одну оперу, в которой Гремин застает Татьяну и Евгения. Мне это кажется маловероятным. Должно быть так, как если бы этого разговора между ними вообще не было. У него не может быть свидетелей. Чем вызвано ваше обращение к Евгению Онегину, кроме изучения русского языка в школе? Сложно объяснить. Это и фильм, и опера, которые мне очень нравились, и сам текст романа. Я долго думала об этом романе. Мне все время хотелось что-то с ним сделать. В чем-то эта история меня не отпускала. Мне хотелось работать с ним, погрузиться в его атмосферу. Такие вещи со мной происходят довольно часто, я же литературовед. Обычно мне хватает поработать с текстом аналитически как филологу. Но здесь не было недостаточно просто научной работы, нужна была работа творческая. В конце книги, которую я написала, есть фраза, произнесенная от имени рассказчицы, наконец-то я от них отвязалась. У меня, правда, было такое ощущение, что я долго повсюду таскала с собой тяжелую ношу, и написав свой роман, я смогла ее, наконец, положить и оставить. Что, на ваш взгляд, в романе Евгений Онегин делает его универсальным и, если угодно, архетипическим? Как пьесы Шекспира, например? Сравнение с пьесами Шекспира мне кажется, с одной стороны правомерно, а с другой нет. Пьесы Шекспира знают по всему миру, а Евгения Онегина нет. Но меня эта история интригует, а почему, собственно, у Евгения Онегина до сих пор нет этого статуса? Я-то вижу универсальные элементы в этом тексте, дружба, предательство, запретная любовь. Для примера, в России мне все время задают вопросы про Евгения Онегина, в то время как во Франции мне еще никто ни одного вопроса про роман Пушкина не задал. Смеется. И я оказываюсь в немного странной ситуации, потому что если бы мне во Франции задали вопрос про Пушкина, то я могла бы ответить как эксперт. А когда меня постоянно об этом спрашивают в России, я чувствую себя дилетантом. Я думаю, если бы я была русской, я просто не посмела бы написать такую книжку. Это как если бы я во Франции взялась писать книгу по мотивам Пруста. Кадр, фильм Онегин Какие вопросы вам задают во Франции? Больше всего спрашивают про любовь молодых людей в связи с новыми технологиями. Например, флирт в чате считается. Это так же романтично, как в жизни, или нет? Много вопросов про феминизм и правда ли я думал, что лучше выбрать не любовь, а карьеру. У моих французских читателей нет в голове никакого Евгения Онегина, они ни с чем мою книгу не сравнивают, а читают ее как оригинальную. Когда вы ехали в Россию, какого вопроса вы боялись? Я представляю, что здесь многие знают большие куски этого романа наизусть. И если меня будут спрашивать про конкретные цитаты из текста, то я не смогу о них судить как носитель языка. А еще, судя по реакции моих русских друзей, они шокированы моей дерзостью. Было такое ощущение, что я пытаюсь что-то присвоить себе из русской культуры. На это у меня есть только одно извинение, русская и французская культуры исторически бесконечно заимствовали друг у друга очень многое. Русско-французские культурные связи необычайно крепки. И вот что здорово, те молодые люди, которые прочли мой роман, потом купили пушкинского Евгения Онегина. Беседовала Наталья Кочеткова.